Любимые, всем привет! Сегодня с вами говорим про энергию. Очень простое, ёмкое видео. Я когда-то снимала видеоролик про энергию, витамины, питание. Но сейчас совершенно в другом ракурсе я скажу про энергию и ресурсы, которые часто мы раздаём другим людям. Этот видеоролик посвящается тем людям, которые не умеют отвечать на вампиризм. А почему я об этом говорю? Потому что многие... Я сама была такой. С детства я была тем ребёнком, который очень чувствительный, который не мог говорить «нет», который помогал слишком часто, который вступался за тех, кто был слабее. Та девочка, которая могла подраться с кем-то после того, как увидела, что кого-то очень сильно унижают. В общем, нетерпение какой-то критики. Это тоже про людей, которые высокочувствительные. Я снимала отдельный видеоролик про высокочувствительных людей, но есть совершенно другие вещи. Я скажу, они очень-очень сильно пожирают энергию. Первое – это люди, которым нечего дать тебе, и они хотят взять. Мы их везде встречаем, они вокруг нас. Вот даже я скажу тогда, когда мне нечем делиться, я не выхожу в экран, я не выхожу куда-то в какие-то... Я делаю просто обычные рутинные дела, потому что у меня нет энергии. И когда нет энергии у человека, он либо может подсасывать у другого энергию, либо как-то существовать. А вот есть люди, которые не могут существовать, они не могут напитываться природой, водой, кислородом, не могут напитываться движением, йогой какой-то. Если у них упала энергия, им нужен обязательно кто-то другой, который более емкий, более сильный, и из него можно вытащить все, что можно. И есть легкая энергия, есть тяжелая, вот так же, как и, грубо говоря, в обмене веществ. Очень сложно переваривать белки, если нужна легкая энергия, дети обычно берут углеводами. И мама говорит, что, например, ребенок не доедает белок, потому что нужна срочная энергия. А вот у взрослого человека оттянуть эту энергию можно только привампирившись. Пожиратели энергии – это те люди, у которых просто или что-то болит в душе, или внутри болит. 90% нездоровых физически людей, они терпят психологические разладки. Почему? Когда у человека действительно что-то болит, он от роду не может быть суперсчастливым. Еще один момент – это про пожирание энергии, связанное с стрессом. Есть люди, которые не успевают спать, не успевают нормально есть, не успевают отдыхать, и они реально сдают позиции. Так же, как другой момент – пожирают энергию социальные сети. Я об этом не раз говорила, что мне, например, некогда следить за жизнями чужих людей, у кого там что произошло, кто не то съел, кто не туда поехал, кто не туда купил что-то. Просто я проживаю свою жизнь. Если я буду смотреть на чужую, я просто, грубо говоря, за рулем врежусь, понимаете, да? И когда вы крутите свою шарманку, вам некогда смотреть, кто там что пропагандирует. Другой момент – куда уходит ваша энергия. Очень часто она уходит на социальные сети, на сладости, которые забирают энергию, на обсуждение бывает кого-то, или на часто нерешительность, когда вы не можете принять решение туда-сюда, 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 в итоге ничего не делать. Лучше, проще всего делать от души, когда вы можете. И про нет сил, нет сил, как мне говорила моя бабушка, принимай деви сил. Но не в этом смысле. Очень часто нет сил на энергетическом уровне, когда человек или зашлакован, или какая-то химия проходит в нем, или какие-то, ну, по-простому биохимия не отложена, не отлажена. И есть проблемы на биохимическом уровне. Конечно, всем не быть врачами, всем не быть целителями, но энергия очень часто уходит в пустоту, если человек делает что-то не то с телом. Не тем кормит, не то пьет, не следит за тем, что чувствует. Это очень сильно убивает внутренний потенциал. И все это можно изменить. Очень важно обращать внимание на сигналы своего тела. Надеюсь, вы услышите меня и внедрите это в жизнь. Я сама не всегда могу все считать, но я очень люблю читать книги. Вот сейчас читаю книгу «Не навреди» Генри Марш, нейрохирург. Ну, в общем, я постоянно что-то читаю в свободное пятиминутное время. И энергия, если ее нет, лучше поспите, и она вернется. Спасибо. Спасибо.